До окончания работы Всемирной торговой выставки Экспо-2015, которая проходит в Милане, осталось чуть более двух недель. И все это время Павильон России вызывает огромный интерес посетителей. Павильон России – один из центральных, на выставке его посещают в день в среднем по 50 тысяч человек. Девиз участия России в Экспо – «Растим во благо мира, возделываем во имя будущего». Призван подчеркнуть потенциал и готовность нашей страны к обеспечению продовольственной безопасности в интересах людей во всем мире. Демонстрируя российскую национальную кухню, в Павильоне угощают посетителей блинами или оладьями, испеченными по старинным рецептам с вареньем или медом. А по выходным дням шесть раз в день все полгода проводится бесплатная дегустация гастрономических деликатесов. Я напомню, что наша съемочная группа работает в Милане на Всемирной выставке и каждую субботу в итоговом выпуске мы показываем специальный репортаж с места событий. Смотрите его прямо сейчас. До завершения Всемирной выставки Экспо-2015, закрывающейся 31 октября, осталось совсем мало времени. Конечно, главной задачей выставки остается еда, но не менее интересно посмотреть на архитектуру павильонов, так как многие страны пытались в самой архитектуре продемонстрировать новейшие достижения технологии. Конечно, многие создали уникальные павильоны, которые должны максимально широко и необычно показать прошлое и будущее каждого конкретного государства. Если честно, когда я впервые увидел эту выставку, когда ее только построили, я подумал, это сверхъестественно и удивительно. Мы построили что-то, что позволяет нам гордиться за Италию. Людям нравится находиться здесь, ходить среди этой прекрасной архитектуры, пробовать еду, знакомиться с новыми культурами. Поэтому это большой успех, и туристы очень довольны. Поскольку выставка имеет всемирные масштабы, лучшие критики, мировые дизайнеры и эксперты уже сделали свое резюме и определили 10 лучших с точки зрения смыслового дизайна павильонов. Конечно же, это Китай. По замыслу архитекторов, китайский павильон на всемирной выставке EXPO 2015 своими формами напоминает дракона. Здание в виде дракона, являющегося одним из символов Китая, построена с использованием самых инновационных строительных технологий. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. На всемирной выставке в Милане представлено павильоном, который одновременно символизирует и планету, и улей. Павильон Азербайджана также стилизован под планету, однако в настоящем случае огромный многоэтажный шар символизирует биологическое разнообразие Земли. Голландский павильон отличается тем, что его крыша засеяна пшеницей и некоторыми другими зерновыми культурами. Российский павильон на всемирной выставке EXPO 2015 отмечают как самый богатый не только по площади, но и по информационной начинке и инсталляции. Наклонная крыша павильона княжества Монако символизирует воры, которые спускаются к морю в месте расположения этого государства. Вьетнам на выставке представлен в виде лотоса. Именно в виде этого растения создан павильон данной страны на всемирной выставке. При этом само здание построено исключительно из бамбуковых стеблей. Австрия решила перенести в Милан главное свое национальное достояние Альпы. В павильоне этого государства на EXPO воспроизводятся климатические и биологические условия данного горного массива. Словения. Это государство построило невероятно сильное сооружение, которое может украсить собой буквально любой город на земле. Беларусь для EXPO 2015 построила павильон с названием «Колесо жизни». Внешне он стилизован под мельницу, которая стоит на небольшом изумрудном холме с протекающей у его подножья речкой. Многие из них созданы в качестве эксперимента и по окончанию выставки будут разобраны. Юлия Нацаканова, съемочная группа телеканала ТБН специально для международных новостей из Милана.